Здравствуйте, дорогие друзья, жители района Дорогомилова и все, кто приехал вас сегодня сюда поддержать. Да, действительно, я вспоминаю это время, когда мы боролись с этой самой гигантской буквой П, которая должна была заменить собой весь украинский бульвар. И в данном случае я в некотором смысле, наверное, являюсь экспертом по таким вопросам, как не дать реализовать подобные проекты в Дорогомиловском районе. Но я, кроме того, еще эксперт по борьбе с капиталгруппой. Мне в паре мест удалось вышибить эту контору из московских дворов, поэтому я примерно представляю то, о чем говорю. Ну, историческая застройка, мы сейчас об этом говорим, Вадайский завод, конечно, это очередная жертва в Москве вместе с детскими садами, с домами культуры, с кинотеатрами. Вот это особо все касается центра, центральных районов. Все это становится жертвой той самой вот пресловутой строительной мафии, о которой мы говорим на каждом митинге, уже на десятках митингах мы про них разговариваем. А им как-то все в ус они не дуют, им абсолютно плевать на наши разговоры, вот, к сожалению, потому что они все время остаются только разговорами. Я каждый день узнаю о новых планах снесения исторической Москвы. Вот только что в Басманном районе был на заседании совета. Ну, там не сносят так в чистом виде, но сносят визуально. Рядом с храмом Вознесения великого архитектора Казакова, прям вплотную. Дом для реновации, значит, вот Единая Россия радостно голосует за. Вот, я у них спросил, а если на Красной площади дома для реновации? Врасплох застал, они закричали, да, да, и там можно. Это же реновация, это же прекрасно. Ох, дорогие друзья, что нам со всем этим делать? Я не буду сейчас снова много раз я с пафосом кричал про эту мафию. Вот, я хочу сейчас более трезво поговорить, вот почему все это творится. Почему? Мы много раз, говорю, клеймили всех московских всю вертикаль власти. А вот у меня другой вопрос, чуть-чуть другой. А почему вот эта федеральная власть с таким ледяным хладнокровием наблюдает за всем этим? Ведь это же ее касается напрямую. Ведь мало кто отделяет Москву там эти уровни. Ведь растет гнев, ненависть не только к московским властям из-за всей этой вакханалии. Он растет и к федеральным. Они что, под собой яму какую-то хотят выкупать? И вы знаете, у меня никаких нет доказательств тому, что я сейчас скажу. Вот. И я вообще не верю в конспирологические какие-то теории. Но здесь как-то сам собой напрашивается вывод, что принято в стране некое стратегическое решение. Давно принято. Уничтожить Москву. Ну как уничтожить? Не просто так, снести просто так вот. От нечего делать. Нет. Москва же это гигантский ресурс. Материальный, финансовый, земельный и прочий. Выжать из нее все. Ну вот как месторождение. Освоили до дна все. Вычили и забыли его. И перешли к другому. Вот. И поэтому вот так и не просто смотрят с ледяным хладнокровием. А позволили создать в Москве специальный аппарат по разрушению нашего города. И в этот аппарат входит все. И эти эксперты, которых сейчас здесь ругали, это все мелкие шавки какие-то все. Потому что входят, к сожалению, те самые органы, о которых сказал Михаил Васильевич сейчас, что они должны тут всех следить, всех тут сажать должны. Нет, они сажают вот нас с вами. А этих они будут защищать. Потому что это часть этого аппарата. Вот. То есть вот уничтожить Москву, а дальше в столицу перенести. Ну куда? В Питер. А что? Там ничего сейчас не разрушают. Там Газпром хотел этого охота центра. Ему отбили быстро, легко. Отбили, не дали Питер. Там нельзя. А в Москве можно все. Но правильная эта теория или неправильная, я не знаю. Но тем не менее, вот этот тезис о том, что специально создан аппарат для разрушения Москвы, он для всех, по-моему, нас с вами очевиден. И я согласен вот с депутатом Шуваловой, который здесь говорил, что сколько мы не заваливаем письмами протестов, эти все самые органы, чтобы они утонули прямо в этих письмах. Да не утонут они в этих письмах никогда и в этих бумажных протестах. Почему? Потому что там у них такой огромный кран есть, прикреплен к трубе. И все эти письма, все эти протесты бумажные через данную трубу сливаются в канализацию просто. Они уже даже не в управы вниз, обратно тем, на кого жалуются, а просто в канализацию все. Да плевать им на этот весь бумажный протест. И на все эти судебные процессы тоже, которые, конечно, заведомо выиграют, поскольку суды являются частью этого репрессивного аппарата, направленного на разрушение Москвы. В этой ситуации что мы с вами можем делать, дорогие друзья? Ну, не буду оригинальным большим. Надо создавать свою машину сопротивления этим репрессиям против нашего города. Вот создавать, выстраивать прямо вот отдельные элементы в каждом районе, создавать свой штаб сопротивления и готовиться к реальной жесткой борьбе. Я вот вспомнил о том, как мы выбросили капитал групп, например, вот с Дмитровского проезда, дом 5, как я помню, прям двор хотели застроить гигантскими своими этими, дрянью своей. Как? Люди 9 раз выходили, сносили заборы. Да, меня сейчас обвиняют, что я тут кого-то подстрекаю. А я не подстрекаю, я расскажу, как было на деле, реально. А 9 мая люди выходили во главе с ветеранами, ветераны были в орденах. И что делали? Сносили заборы. Вышвырвали всю эту тварь со своего двора. И только так нам удалось остановить капитал групп, вот конкретно по данному адресу. Дмитровский проезд, дом 5. Извините, если мы не хотим превратиться в слизь, которая в конечном счете соскребут с наших мостовых и сольют в ту же самую канализацию, мы должны вспомнить вот об этих самых жестких, самых таких вот крутых образцах сопротивления. И должны учиться у них. И должны готовиться к этому. Потому что ничего другого нам наши власти не оставляют. Никакого закона, никакого суда, никаких правоохранительных органов в смысле этимологическом, соответствующим этому названию, нету в России, нету в Москве, нету в Монгар-Гамилу. Их нету на территории нашей страны. Они могут появиться только тогда, когда мы с вами этого захотим. А мы с вами этого, к сожалению, пока не хотим. И здесь я согласен с тем, что вот говорили только что, и вот Елена Анатольевна говорила, мы очень слабо сопротивляемся. Нас очень мало. Мы не работаем по мобилизации. Мы сегодня сюда пришли, а соседей не позвали, не притащили за руку. Все это, к сожалению, надо делать. И еще много чего, помимо того, о чем я сейчас сказал. И давайте не забывать о тех реальных, ну хотя бы зацепках, что ли, которые у нас пока есть. Еще остаются. Может быть, даже они призрачные, эфемерные, но нельзя упускать ничего. Сейчас выборы в Мосгордуму. Вот реально будет такой депутат отсюда, из Дорогомилова или там соседнего района, который входит в ваш округ избирательный, который реально будет защищать вас от этого, от этой мафии, от этой репрессивной машины. Но это же будет стратегический сдвиг в лучшую сторону. Так давайте об этом задумаемся, и давайте кого-то найдем, кто будет этим заниматься. Потому что сейчас к вам набежит куча клоунов сюда. таких красивых, таких молодых, таких или там старых, я тут про возраст не говорю, вот, их скажут, это я, это я, я вот у вас всех, тот, кто здесь не пришел сюда на этот митинг, на предыдущие митинги не пришел. Вот, даже сейчас, перед выборами, он сейчас прибежит, перед вами тут что-то такое из себя изображать, а здесь его нет. Так вот, ни в коем случае таких нельзя пускать. Ни на какие выборы. И сразу задвигать их надо в помойное ведро. А реально давайте думать, кого мы выдвинем, кого наше городское сообщество, наше городское сопротивление поддержит на этих выборах. Это реальный вопрос. Ну и последнее, что хотел сказать, вот тоже вот выступал Константин Михайлов, мой уважаемый, представитель Архнадзора, вот он сказал такую фразу, мы с вами здесь должны обсуждать и согласовывать эти городостроительные проекты. А потом там кто-то должен решать. Вот это я категорически не согласен. И в чем должна состоять стратегическая реформа управления в Москве? Все вопросы, связанные со строительством на территории Дорогомилова, должны решать депутаты Дорогомилова. И никакая не мафия, никакой не Хуснулин и никакой не Собялин. Их на пушечный выстрел нельзя подпускать к этим вопросам. Они не справились с этим. Разве может этот департамент культурного наследия сегодня принимать решение по памятникам культуры, архитектуры, после того, что он уже натворил, сколько он приговорил к сносу зданий в разных районах. Этот департамент лишил Гладаевский завод, я насколько понимаю, может ошибаюсь, меня поправят, статуса объекта культурного. Это он лишил. Так они же доказали свою несостоятельность. Они же доказали, что они, во-первых, ничего не понимают в культуре и в наследии, и во всем этом прочем, и в истории нашей ничего они не понимают. Во-вторых, именно это все совершенно наплевать. Так давайте скажем им, послушайте, если вам наплевать, так и не занимайтесь этим. Этим займемся мы, жители районов, через своих народный избран депутатов, вот таких, как Михаил Меншиков, Дорогомилова. Пусть они решают. Поэтому я не просто так сейчас сотрясаю воздух этими словами. Я разработал законопроект, который предлагаю всем, без исключения, муниципальным районам Москвы, согласно которому полномочия по охране памятников культуры, истории наделяю в качестве государственных полномочий, так проще, там, юридически, потом, кому кто захочет, объясню лично. Наделяются государственными полномочиями по охране памятников культуры. Тогда вопросы Бадаевского завода, как памятника культуры, очевидного, исторического, будет решать не какой-то там Емельянов, непонятно никому, скорее всего, проходимец, который сидит сейчас в этом департаменте культурного наследия, а будут решать депутаты района Дорогомилова. То есть будете решать вы, потому что они поперек вас никак не смогут решить. Этот законопроект я разработал, я прямо завтра направлю его Михаилу Васильевичу и предлагаю просто развернуть широкую кампанию по принятию данного проекта и будем делать это и в других районах, не только здесь, в Дорогомилов. Вот такую серию организационных мер необходимо предпринять нам в Москве сегодня и связаны и с выборами Мосгордумы, и с законодательными инициативами депутатов. Ну и последнее, еще раз, не забывайте акции прямого гражданского сопротивления городостроительному террору. Объединим наши усилия, разработаем эту стратегию, тогда вышибем всю эту мафию из нашего города, следа ее здесь не останется. Ну и в заключении на тему нашего митинга руки прочь от завода! Руки прочь от завода! Руки прочь от завода! Спасибо. Продолжение следует...